Мы находимся на Вео-Кунчеляционе, улице Примирения или Согласия. Эта дорога соединяет замок Святого Ангела с площадью и собором Святого Петра, а если быть точнее, соединяет столицу Италии с государством Ватикан. Она была построена после подписания Латеранского соглашения, которое было подписано 11 февраля 1929 года, то есть после официального примирения между Королевством Италии и Святым Престолом. Дорогие друзья, и тут я хочу немного пояснить вам, чтобы все поняли. После объединения Италии и, конечно же, присоединения к ней Рима в 1870 году, Папа не мог больше управлять светской властью в Риме, и поэтому Папа объявил себя ватиканским узником. И только через 60 лет после подписания Латеранского договора произошло примирение между Ватиканом и Италией. Так Ватикан стал самым маленьким государством в мире. Несмотря на то, что Ватикан расположен на территории Рима, он полностью является независимым государством. Работы по прокладыванию улицы Примирения начались в 1936 году. Район, который находился на этом месте, Спина-де-Борго, был снесен. И была разрушена та игра перспективы, которая была создана Бернини. Все люди, которые шли к собору Святого Петра, сначала проходили по узким улочкам района, которые находились на этом месте, а потом выходили на огромную, просторную площадь Святого Петра. Это было неожиданно и очень красиво. Это был настоящий спектакль эмоций, который создал Бернини. Но после строительства дороги этот эффект исчез навсегда. Но если посмотреть с другой стороны, был создан триумфальный подход к базилике. И купол Микеланджело, купол собора Святого Петра, можно было увидеть издалека. Где-то есть свои плюсы в этом, а где-то минусы. Ну а нам остается принимать то, что было создано и изменено временем. При завершении строительства дороги в 1950 году установили с двух сторон обелиски с фонарями. Дорогие друзья, у меня сегодня видео получилось. Я его слепила из того, что было. Каждый день перед экскурсией по дороге на работу я немного снимаю для вас видео. Так, за неделю у меня накапливается материал на одно полноценное видео, которое можно загрузить на канал. Поэтому, прогуливаясь сегодня по Риму, мы пройдем с вами по нескольким районам, которые находятся далеко друг от друга. Кому-то с первого взгляда может показаться это видео не такое информативное, как предыдущие видео. Но в этом видео я еще хочу передать вам атмосферу, которая царит в Риме. Я знаю, что многие из вас смотрят мои видео утром за завтраком, вечером после работы, и что мои видео поднимают вам настроение. Спасибо вам, дорогие мои друзья, что смотрите. Именно поэтому мне всегда хочется загрузить какое-то видео, чтобы вы могли просто отдохнуть и погулять по Риму. Ну а те, кто гулял со мной по Риму, чтобы вспомнили наши римские прогулки. Сейчас мы находимся на Аллее Божественной Любви, где Караваджо, художник XVII века, некоторое время жил и работал над своими шедеврами. Караваджо приехал в Рим в 1592 году, и после нескольких лет нищеты Караваджо был принят, как известно, кардиналом Дель Монте. Караваджо жил некоторое время в Палацу Мадама. Это, конечно, помогло ему, но ему всегда хотелось жить отдельно. Когда он жил во дворце, ему приходилось вечером возвращаться вовремя во дворец, потому что дворец закрывался. Но, как вы понимаете, Караваджо был молодым человеком, ему иногда хотелось засидеться в таверне, побыть наедине с молодыми девушками. Он подумывал над тем, что когда появятся у него деньги, он обязательно снимет отдельную квартиру. И мы сейчас, дорогие друзья, находимся с вами на той улице, где жил Караваджо с 1604 по 1605 год. Невероятную историю о том, как великий художник оказался ужасным арендатором, я расскажу на экскурсии, маршрут которой называется «По лабиринту римских улиц». А для вас, дорогие мои зрители, расскажу эту историю, когда у меня будет чуть больше свободного времени. Я обязательно еще сюда вернусь, на эту улицу, и обязательно остановлюсь у этого дома. В Риме каждый камень дышит историей, и поэтому нужно быть очень внимательным на прогулках по городу. Мы сейчас находимся на улице Скрофа. В переводе с итальянского – улица свиньи или свиноматки. Название улицы происходит от гостиницы, которая находилась здесь в 14 веке, о чем свидетельствуют некоторые документы того времени. Был найден древний барельеф с изображением свиньи. Его вмонтировали в стену дома, подвели воду, так появился фонтан свиньи. Потом он стал мешать на дороге, и его решили разделить. Барельеф оставили на старом месте, а носик фонтанчика и подвесную чашу перенесли на угол дома. От Виа-дель-Орсу отходят очень интересные улицы. Например, вот это – Виа-дель-Канчелло. В переводе с итальянского языка – канчелло – ворота. Название улицы подсказывает нам, что раньше был обычай на ночь закрывать ворота на таких улицах. То есть в начале улицы и в конце улицы стояли ворота. Вечером эти ворота закрывали, а утром открывали. И поэтому улица называется Виа-дель-Канчелло. В Риме не только каждый камень дышит историей, но и названия улицы рассказывают нам о жизни и обычаях города. Как же приятно гулять по таким скрытым улочкам, которые перемещают нас из современного суетливого мира в тихую и спокойную атмосферу прошлых веков. А весной на этой улице цветет джасмин и глициния. Сутбол? От Виады и Коронари отходит тоже много интересных улиц и переулков, по которым мы гуляем, фотографируемся и обязательно заходим в церкви, которая находится недалеко. Продолжение следует... Вот такой он утренний Рим. Поэтому я всем туристам советую, просыпайтесь пораньше и идите гуляйте по Риму. Только утром можно все внимательно рассмотреть, а потом на улицах появятся туристы и будут отвлекать ваше внимание. Дорогие друзья, может быть кто-то из вас слышал, что в Риме есть четыре чудо Рима. Этот термин был очень популярен в XVIII и XIX веках. В Риме есть четыре дворца, которые удивляли своей необычной формой и помпезностью. Мы сейчас находимся на Виадель-Корсу напротив одного из таких дворцов. Этот дворец был построен в конце XVI века для семьи Шарра Колонна из Карбоньяну. Вы, наверное, уже и сами увидели на портале геральдический символ семьи Колонна, Колонну, потому что совсем недавно я вам показывала великолепный дворец семьи Колонна, где символ семьи был виден буквально во всем. Колонна была видна на фресках во дворце, в саду, и даже стулья, которые стояли в саду, тоже были украшены геральдическим символом. Если кто-то из вас не смотрел видео про дворец Колонна, который часто называют римским Версалем, переходите по ссылке и смотрите это видео. Ну а здесь, на улице Корсу, мы видим портал дворца Шарра Колонна из Карбоньяна. И что же здесь необычного? А необычный здесь высокий портал, который, говорят, был сделан из единого монолитного куска мрамора. И поэтому дворец внесли в список четырех чудес Рима. Продолжение следует... Еще несколько лет назад об этом дворике, который находится прямо в центре Рима, мало кто знал. Ну, во-первых, потому что он был открыт для посещения после реставрационных работ только в 2015 году, а во-вторых, он так спрятан, что когда вы находитесь на площади Венеция, все внимание, конечно же, привлекают к главной достопримечательности этой площади. И дворец просто не замечали. Но с каждым годом все больше и больше туристов узнают об этом скрытом местечке. И сейчас в жаркую летнюю погоду здесь можно встретить очень много людей, которые прячутся в тени деревьев от жары. После насыщенных прогулок по городу можно зайти сюда и немного отдохнуть. Мы находимся во дворике дворца Венеции, и фонтан, который находится в центре, называется «Свадьба Венеции с морем». Монастырь Тринита Даймонти, который находится вверху знаменитой лестницы, это тоже сокровище, скрытое от большинства людей. Хотя он открыт для всех, но мало кто проходит через его двери. Я планирую показать вам его в ближайшее время, но сейчас, дорогие друзья, давайте немного прогуляемся по улице Кондотти, по главной улице Шоппинга, пока нет людей. Просто понаслаждаемся тишиной и порассматриваем витрины. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как приятно находить такие места, которые напоминают нам, каким был Рим несколько веков назад. Заглянув в этот маленький дворик, можно увидеть, какой была Испанская площадь в 18 веке. Продолжение следует... Продолжение следует... А здесь изображен порт Репетто, исчезнувший порт Репетто, который снесли, когда укрепляли набережную Тибра. Но посмотрите внимательно, вам ничто не напоминает эта лестница? Как же она похожа на испанскую лестницу, друзья? Попав на Пьяццо Дель Пополо, мы становимся болельщиками забега лошадей, который начинался на Пьяццо Дель Пополо, проходил забег по Вио Дель Корсо и заканчивался на площади Венеции. На улице Репетто есть больница кукол. Проходя мимо нее, можно увидеть витрину с кукольными головами, которые ждут новой жизни. На самом деле, это один из немногих сохранившихся антикварных магазинов, который был открыт в 1939 году в Риме. Назовите это место как хотите. Кукольная больница, ремесленная мастерская. Здесь кукол ремонтируют и дают им новую жизнь. В Риме очень много интересных улочек и двориков, которые скрыты от глаз туристов. При прогулке по Риму надо быть очень внимательным, чтобы найти их. Ну а если будете гулять со мной по Риму, то я вам все это покажу. Мы посидим, отдохнем там, сделаем несколько фотографий и пойдем гулять дальше. Рядом с фонтаном Треви, за церковью Санте Винченцо и Анастасио, находится джилотерея Манкуза. На рынке этот производитель мороженого с 1920 года. Я зашла в джилотерию очень рано после открытия, и поэтому на витрине еще нет мороженого. В джилотерии есть необычные вкусы мороженого, например, с сыром маскарпоне, тиранису. А какая вкусная здесь фисташковая и миндальная гранита. Из сорбетто мне очень нравится темный шоколад и черешня. А также здесь есть мороженое со вкусом маракуйя, имбири, корицы и много-много интересных вкусов. Обязательно заходите в эту джилотерию. Здесь можно попробовать не только вкусное мороженое, но и даже перекусить. Продолжение следует... На этом, дорогие друзья, наша небольшая прогулка по Риму заканчивается. И заканчиваю я ее по фонтану Трели. Желаю вам хорошего дня и прекрасного настроения. И при первой же возможности обязательно приезжайте в Рим. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok